здарова народ с вами джон он же лупин 312 я стример десни 2 на твиче сегодня в этом видосе мы поговорим что же нам принес еженедельный ресет который произошел у нас во вторник 23 июня что тут можно сказать во первых я извиняюсь за то что так долго не было видосов последний мой видос вышел в пятницу это был зор я вот тогда все выходные проходил last of us часть вторую потом еще при этом я пытался ну ну там доделывал рубежи все сверх мощные в том числе испытания сириса на трех персонажах но как-то с грехом пополам это у меня получилось сверхмочки там все достал ну и еще при этом контракты на яркую пыль сделал ну и там спал и периодически все это дело потому что блин реально вот я сейчас немного про last of us расскажу надеюсь минут пять вообще видос павел получится немножко длинным но я постараюсь уложиться в полчаса если не получится даже если получится то тайм-коды будут так что ладно не буду сейчас вот растекаться мыслью потребу в общем идем дальше а а по поводу этой игры что я могу сказать поводу одних из нас сейчас два я в нее играл все выходные четыре стрима у меня было там по 1 там шел пять часов а следующий там по 10 часов по 15 типа и 16 помню у меня там один из них длился в общем суммарно где-то 36 часов я ее проходил и это было круто но вот реально это первая игра во время ну пусть и за время существования у меня playstation 4 когда вот у меня еще была при этом десни и первая вторая чтобы я прошел ее до конца то есть до этого у меня был блатборн которая в которой я 60 часов играл который я играл один день в неделю и я на него всю весну убил ну на сюжетку без дел си то есть туда вот меня тогда игра затянула вот сейчас меня затянуло точно так же last of us типа а как бы сказать я много игр эксклюзивов соники попробовал ну типа анчарта 4 я дошел до середины года фору я дошел тоже там до середины detroit я проходить не стал этот как его horizon там мимо меня прошел хотя по сеттингу и по геймплею мне эта игра интересна я надеюсь когда-нибудь она будет бесплатной но playstation plus все будут раздавать это да и и пощупаю может быть в общем я к чему такую долгу подводочку делаю потому что как вы можете знать скорее всего вы это знаете мало ли кто-то может ее прошел кто-то может ее не прошел кто-то не слышал там может что-то гену тюбе прошел и так далее но тот информационный фон который вокруг этой игры сейчас стоит он колоссальный просто такое количество вот всего происходит я вот знаете с этой игрой надо ознакомиться лично хотя бы ради того чтобы потом без опаски спойлеров набрать в поиске в интернете на ютюбе last of us часть 2 обзор или мы там какое-нибудь и вы просто охренеете сколько там настоящая мировая война происходит просто между журналистами друг с другом между пользователями журналистами между блогерами и так далее там такой трэш я вот просто сейчас сижу свободное время от стримов от видосов и просто смакую вот весь этот весь этот поток вот всего вот этого ну вот просто от себя добавлю мне игра понравилась то есть вот кто бы что мне не говорил в целом там есть спорные моменты там есть то до чего можно прикопаться я согласен это не 10 из 10 но эта игра для меня по крайней мере была лучше всего того что выходило за последние годы вот так вот да ну то есть я это достаточно субъективная тема я не призываю кого-то покупать игру по фулл прайсу потому что 5000 она не стоит на не стоит того на мой взгляд то есть надо дождаться либо скидок либо на ютюбе пройти если вам уже не могу либо еще что-то сделать но мне вот просто я смог в нее благодаря подписчику подписчику поиграть за что макси большое спасибо но блин мне было интересно вот большую часть игры я вот на двадцатом часов игры на двадцать пятом часу игры я вот все это время пытался понять за что же ее так хейтили сильно то есть да там есть повестки определенные да там есть моменты которые типа ой что сделали с тем персонажем который мне нравится и так далее да это все было но мне у меня возникли вопросы во время прохождения игры мне на большую часть из них ответили в процессе прохождения я доволен был мне было интересно что будет дальше вот так что да игра мне понравилось в целом кроме концовки ну здесь вот те кто с на стриме был на стримах был они не дадут соврать я вот получал удовольствие большая из прохождения ну вот натуральная то есть мне нравилось у нее играть с геймплейной точки зрения мне вот нравилось как там сюжет развивался да вот у меня были вопросы да у меня бомбилась некоторых моментов там мы за за 30 часов игры у меня было 4 бага которые из-за которых у меня бомбило но игра очень хорошо сделано 30 кадров прямо не ощущаются то есть это не те 30 кадров которые у нас здесь не два на плойке и на другой и на икбоксе там действительно игра очень мягко идет даже вот многие на стриме не могли понять это 30 кадров или 60 то есть были такие вот моменты но в целом да было круто и пускай там очень многим игра не нравится пускай она вызывает кучу споров но я считаю что она того не ну заслуживает некоторые критики да но не прямо какого-то такого хейта типа игра такая говно 0 10 и так далее то есть она хорошая я говорю это как человек которому первая часть тоже понравилась я поэтому вторую часть очень ждал и поэтому прохожу и в первый день потому что первая часть не понравилась и мне понравилось то что во второй части мне объяснили сюжет который происходил в этой как бы сказать который который в ней происходил с другой точки зрения уже во второй части так что ну вот от себя я добавлю да вот если кому-то нужна оценка от меня конкретно этой игре я поставлю и 8 из 10 до то есть это не 95 на метакритике как вот от кучи новостных изданий было не это не 4 3 от пользователей вот вы здесь видите сочетание вот оценок насколько там много негативных по оценок и так далее но в целом да но для меня эти 80 значит гораздо больше чем все остальные игры которые за это время заходить проходили для выходили потому что я вот смотрю как на игры последние 20 лет и они по сути почти не меняются то есть ничего нового такого не преподносит здесь хотя бы ну вот я получил практически ту же игру который мне нравилось 7 лет назад с парочкой улучшений ну геймплейном плане да и с развитием истории то есть у меня вообще уже не если до этого там у кого-то были вопросы о том как игроки игрок там ну джоэл поступал в конце первой части вот у меня эти вопросы отпали я однозначно могу сказать что в те условиях которые он был поставлен он поступил правильно и тот кто поставил его эти условия вот он нас вот он на самом деле в этой истории злодей а то что уже в дальнейшем происходит это уже последствия ну вот война который персонажи второй части друг между между собой ведут это уже последствия того неправильного решения который вынес тот персонаж который был в конце сюжета первой части который понес за этом ну такое своеобразное наказание типа как если кому-то интересно будет я могу отдельный там видос записать выложить там прохождение на youtube одних из нас до вас вас порту там четыре части будут ставим кодами вот ну а пока что да еще раз как вот ознакомиться с этой игрой советую дождаться либо скидок либо пройти на ютюбе кому совсем интересно либо у одолжить у кого-то из друзей но ознакомиться с ней по-любому стоит ради хотя бы ради того чтобы потом покайфовать от того что в интернете сейчас происходит потому что это это просто это вот когда вот была первая лутбоксовая война из-за battlefront 2 даже такого потока шит шторма не происходило и я уверен он не будет стихать еще несколько недель просто вот каждый день какие-то новые видосы какие-то новые разоблачения какие-то новые там я не знаю междуусобицы в общем просто все говно всплыло наружу last of us послужила такой лакмусовый бумажка игрового сообщества сейчас и хотя бы за вот эту игру стоит хвалить то есть там могут быть какие-то отдельные вопросы геймплей там сюжет и так далее но в целом это такой вот ксмак вот был я вот сейчас так кайфую когда вас это смотря ладно идем в общем дальше а то уже 10 минут этому уделили твич в очередной раз победил вообще всех microsoft microsoft закрывает миксер объединяется своих с facebook гейминг так что кому будет интересно можете новость это почитать я ссылочку скинул в описании ролика здесь особо не о чем говорите но блин забавно по поводу того что в западном комьюнити происходит здесь у кого-то возникнут вопросы поводу у нашего комьюнити да типа то что у нас там какие-то вот склоки там игры грызло постоянно происходит я вот здесь вообще я вот когда ознакомился с тем что я пропустил пока пока вот в last of a сыграл на выходных я малость прифигел то есть там у них такая куча грязи просто вылезла там и приста там и приставание где там и приставание к девушкам из и тайные дискорды и перекидывание там голых фоток друг другу и дудосы и все вот прочее это и и как и какие-то даже крупные стримеры в этом же замешанные то есть это такое блин я просто офигел когда со всем этим ознакомился но кому вот интересно будет очень подробно здесь это расписано вот в этой ссылке который тоже в описании ролика будет и но на английском языке кто там разбирается и очень подобным подробно об этом описано вид видосе у астероса гейминга там ссылочку тоже скину ну то есть это так вот это знаете такая вот новая новость одной строкой чтобы просто знали чего круг происходит я особо в такие темы углубляться не люблю но мне кажется просто мимо этого нельзя проходить ну то есть такое исключение сделаю как и мимо проходить нельзя к сожалению вокруг фармаку в круг фарма подземелья я думаю вы уже многие знаете об этом о том что есть глич на ласте в откровении который позволяет мгновенно лут получать и уже практически все там ютюберы все там стримеры все вот все короче уже вы все короче уже выскали записали видосики как это делать и так далее я добавлю ну вот вкратце да то что это делается как но на последнем боссе в этом как его называют в откровении вы его убиваете сразу меняете персонажа то есть как только он дохнет сразу меняете персонажа выходите у вас сохраняется сейф потом вот вы залетаете на этот сейф получаете лут здесь вот у чиза форевера английского блогера да вот есть хороший видос на тему того как это как этот сейф переносить типа когда вот вы кого-то заводите на этот сейф вы меняете персонажа тогда у вас есть сохраняется и вот если вам самому тоже надо поутаться на том персонажу как на котором у вас нету сейфа вы там тоже вот это делать но скорее всего банджи это пофиксит через пару дней так что скорее всего это будет уже нерелевантно но пока что есть пользуемся там лутаем шмотки лутаем пушки легендарные осколки и так далее кому вот надо ну а мы двигаемся дальше здесь вот у нас есть дальше hotfix 2902 где банджи наконец-то пофиксили тему с контроллерами то есть мы наконец-то сможем нормально бегать наконец-то сможем нормально прицеливаться нормально стрелять наконец-то на буревестники что на геймпаде что на клава мыши можно нормально ультовать это ты вот до этого включал ульту и твой персонаж просто тупо зависал в воздухе во время анимации то есть это было так вот дико кринжово и тебя вот разбирали у ворота охотника нормально не работал при двойном нажатии я лучше я я вот из-за этого на 2 на удержание поставил у ворот как на варлоке на титане на геймпаде ну и пробую теперь так играть зато теперь наконец-то можно нормально тебе ведь вот так вот прямо от души ну то есть вот я вот об этом давно мечтал вот с тех пор как первая часть вышла и вот меня очень много спрашивает почему я на геймпаде играю на пока чуваки из-за медленной ходьбы вот это я ни на что не променяю это как у это как у медисона основная за основных там причин любить destiny это жопные подкаты вот у меня возможность ходить пешком вот как-то так так что да я как-то не хочу от этого избавляться просто то что персонаж на клаве мыши просто тупо бегает постоянно это для меня атмосферу рушит погружение вот его персонажа и так далее поэтому я хочу ходить пешком вот переход у меня такая поэтому я на геймпаде играю все этот вопрос я надеюсь закрыли буду отправлять всех сюда к этому временному отрезку даже отдельный тайм-код сделаю какой он там у нас 15 минута вот почему я играю на геймпаде исчерпывающий ответ хэштег пост ирония ладно ну то есть у ворот ханта плохо работал и двойной игровок и кара тоже плохо работал они это поправили поправили ошибку при которой сперру учета ненормально работал на геймпадах поправили ошибку при которой у некоторых консольных игроков был невидимый корабль и черная эмблема и нулевой уровень силы пока были на орбите инвестирование поправили ошибку при которой различные источники наград дропаются 750 лайта вместо подходящего уровня силы слушайте по моему мне сегодня падало 750 и что-то а или это было до ресета вроде да до ресета окей поправили ошибку при которой катализатор на спичке томми был удален из винитаря игроки у которых до этого был квест который потеряю прогресс а ну типа игроки у которого был квест удален потеряли прогресс ну они решили сделать ну квест такого послабее а что даже те у кого он выполнился им вернули этот квест окей поправили ошибку при которой эмблема за предзаказ здесь не 2 за пределами света не появлялась коллекции поправили ошибку при которой обновление подарочных рангов триумфу не вот не выдавался этот прогресс поправили ошибку при которой легендарные корабли аманды холиды могли не могли быть приобретены правиль ошибку при которой сон артефакт требовал больше блеска чем надо было ну там вроде 25000 вместо 10000 ну ладно поправили ошибку при которой соло завершение ямы откровения не разблокировалась во время разрешения триумфа ребят вот стать по поводу прохождения откровения меня-то многие тоже спрашивают вот когда она будет скорее всего я его сделаю сегодня как раз когда вы смотрите это видос я буду его проходить но это будет без стрима я буду я буду делать это в оффлайне и прохождение выложу потом на ютюбе делаю я это чтобы не отвлекаться чтобы прохождение было по-настоящему соло потому что скорее всего меня там много вещей будут отвлекать многие мне будут писать там советы какие-то пытаться давать еще что-то ребят мне вот все это не надо я хочу ее пройти сам я хочу поиграть в игру сам пройти ту активность которую мне хочется пройти достать эмблемку самостоятельно поэтому из-за этого уж извините я буду проходить ее без стрима на скорее всего как это было с ямы ереси ну потому что у многих это получается во время стримов делать у меня не получается у меня нервная система не так устроена если возникают какие-то отвлекающие факторы мне потом надо пересобраться надо отдохнуть ну то есть формате стрима это не особо получается у меня ну какой есть ссоре надеюсь поймете и простите вот пушки поправили поправили ошибку при которой гранатомет наносит чудовищный новый гранатомет экзотический наносит чудовищный уровень урона по многим противникам так что все теперь глищ на нем нельзя поправили ошибку при которой как бы смена экзотического снаряжения с его первыми активными могла типа какая-то ошибка могла произойти когда ты меняешь типа ну у тебя перки на одну пушку показывались на другой пушке вот так вот при смене резкой дальше шмотки снаряжение коллекции поправили ошибку при которой корабль сейнта был невидимым в превью на орбите поправили ошибку при которой почти всемогущий экзотический призрак было невидим в премию превью когда он призывался поправили ошибку при которой титановые руки экзотические а ну да были очень большими пока вы целились слуга поправили ошибку при которой криптарх моя криптарха мог не активироваться когда вы приобретали destiny 2 сезон прибытия ну серебро и ну эмоцию вот это что касается пач ноута на этой неделе что касается синтеза и максимального уровня силы банджи выпустили статью которую можно будет почитать кому будет интересно по поводу того какие шмотки какие пушки можно будет синтезировать до максимального уровня и здесь вот есть один нюанс не очень удачный ну типа здесь вот отражено да вот если стоп кадр нажмете снаряжение с сезона 1 по 8 будут там до 11 сезона у них там 1060 максимальный уровень силы и так далее снаряжение с 9 последующих сезонов будут жить течение четырех сезонов то ощущение года и вот все остальное меня вот что смущает здесь вот у нас таблица проведена по сезонам то есть если вы это вышел первом сезоне она перед достигнет максимального уровня силы в 11 сезоне там все остальное в 11 сезоне все они прибыть и так далее и здесь есть небольшая приписочка легендарное снаряжение из рейда последний желание спасения будет перевыпущена двенадцатом сезоне с лимитом максимального уровня силы двенадцатого сезона да и вот то есть это восьмой сезон бессмертия и четвертый сезон беззакония это в русской версии но если мы откроем английскую версию оригинальную да то мы сможем увидеть небольшое добавление то есть у нас шмот с красной войны с осириса с вармайн да то есть сыпая с сезона велич сезона изобилия да вот то что все выделено этим бирюзовым она смотрите что будет легендарный шмот из из рейдов этих будет дропаться и обновляться с маркой 11 сезона с пределом силы 14 сезона то есть шмот с левиафана с пожиратели миров с звездного шпиля сып с истребителей прошлого из короны скорби будет обновлен до 1360 лайта то есть по идее вот все эти рейды которые пропадут у нас у нас на начало года будут доступны только будут доступны такое с таким же пределом уровня силы какие-то какой доступен сейчас вот для всех шмоток которые в этом сезоне выходит типа есть у вас есть шмотки с этих рейдов и пушки то вы их не распыляйте они будут еще как бы сказать или легендарная броня то есть это касается только брони не пушек но ладно допустим это будет броня чисто но уж пушки на самом на всякий случай тоже сохранить вот то есть они обновляться точно так же как и обновятся и короче все рейды шмот со всего рейда будет актуален по лайту еще долгое время окей мы поняли один вопрос то что все вот эти вот рейда уберут из игры судя по всему берут их во временное хранилище кроме вот этих вот двух то есть в игре по идее у нас останется вот пж сад и новые новый рейд который выйдет осенью и волтов глаз убежище стекла который перенесут из первой части как-то так так что да ссылочки вот на все это дело естественно будут в описании ролика кому захочется ознакомиться ну а мы а мы переходим в игру сейчас и займемся ресетом уже непосредственно так мы вернулись зашли в игру сейчас посмотрим что же нам принес еженедельный ресет начнем со всеми любимой тэс эверис на этой неделе она очень порадовала ну тех кто давно ждал во первых она привезла эмоут селфи то есть такой достаточно крутой эмоут который продавался до этого но ему жест который продавался в игре до этого очень давно можно его купить за 3250 яркой пыли украшение на губителя королев будь ты не ладен затем да вот украшение для губителя королев затем проекция перехват разума затем маслянистая карам шейдер затем за серебро у нас продается вот такой вот корабль проща улет улет верхний удар пяткой добивающий прием воображаемые гитары групповой жест галиваническая вилка сперл кстати что прикольно выглядит стать знак одобрения и украшение для компаньона дальше за яркую пыль у нас идет выход на поклон который уже выгребал соответственно у меня куплен дуэль не бы лица экзотический корабль ополочка ошеломляющие величие маска бесстрашного первооткрывателем украшение для арбалетом украшение проекция призрака с n14 капсула появление дайта которые сейчас наверно даже куплю дымовая завеса появление ну и там вот по мелочи про дальше уже идут эффекты появления появишься с рифа шейдеры ну и стресс на этом у нас все дальше что у нас идет дальше у нас тут планеты ночном я думаю слева направо горячая . у нас на меркурии приключение сегодня вверх вверх и снова вверх она поменяется завтра гереческая на ио у нас контакт находится в заброшенном оазисе квест как вот тут у нас стоит проходить то есть да там надо парочку раз контакт закрыть на первой стадии потом на второй стадии вам предложат привычные материалы для прокачки ну ресурсы пофармить следующих мероприятиях в выживание в гарниле в ликвидации в в приключениях героических и в паноптикуме в обычном или в героическим ну и вроде там еще что-то было что-то было но я уже запамятовал короче основной прикол в том что мы это фармили паноптиками там мне кажется быстрее типа заходишь туда и даже в обычную версию где есть матчмейкинг и убиваешь мобов и желательно убивать их там где находятся твои тиммейты но синие там или зеленые зависит от того как вы туда поете в соло или в боевой группе извините если самолет очень хорошо слышно но у нас день победы парад и вся тема так да то есть за одно закрытие можно сделать это 70-80 процентов может быть даже полностью выполнить есть вообще там забить на выполнение заданий там и просто заново проходить разнообразные эти как бы сказать разные там уровни в паноптикуме ну а так в целом за два раза я думаю вы закроете полностью это займет где-то минут там двадцать двадцать пять а что да лучше это делать там ну и миссия на этой неделе помехи какая-то была по-моему слишком короткая но окей это была последняя в ротации миссия на сверхмощное снаряжение дальше они будут по дальше они будут повторяться поэтому на следующей неделе я думаю нам должны будут подвести что-то типа железного знамени уже наконец который по идее должно было на этой неделе появиться либо экзотический квест на этот как его называют на одну из пушек новых ставлю на железное знамя потому что там под атомайном в начале июля это где-то будет но в первых там числах с первого по десятая там экзотический квест как раз после железного знамени то есть вот как-то так идем дальше авангард горение у нас электрическая в налетах так что одеваем по электрический подкласс любой и идем идем делать 3 3 налета на сверхмочку сумеречный налет у нас на этой неделе побоище озеро теней модификаторы следующие отрицание неудержимость перегрузка истощение заблокированное снаряжение сопоставление толпа железная получаем урон от окружения повышенного дальность урона от отбрасывания увеличены окей сумрачный налет с плейлисте у нас пирамидеон торговец оружием и алая крепость с пирамидеона падает снайперка с торговца оружием падает экзотический сперл вроде бы с алой крепости не падает ничего так далее гамбиты с гамбитами у нас все то же самое три гамбита на сверхмощное снаряжение суд суд второго уровня и третьего уровня какие у нас боссы там на этой неделе у нас на этой неделе рыцари горение электрическое в суде на втором уровне падает шотик снайперка пистолет и винтовка разведчика на третьем уровне суда Падает меч Так, идем далее Пвп у нас на этой неделе Превосходство Супримаси Блин, надо ранг обнулить, кстати Ладно, сделаю это на другом Персонаже И изоляция Да, далее что у нас идет Далее у нас идет Луна, здесь у нас что? Здесь у нас охота Охоты на кошмаров Крота Огод Огар И до минус гол Миссия сегодня за гранью Сад спасения Челлендж, испытание на второй На втором этапе, где вам надо одновременно Друг с другом продлиться Ну, одновременно Передать друг другу баф Далее У нас идет Город грез На этой неделе У нас тут Первая неделя И высшее испытание Находится в заливе Утонувших желаний Сейчас попытаюсь Вспомнить Да, вот здесь Он сразу на респе Идем вот назад Забегаем в пещеру Убиваем там мобов И открываем дырочку При помощи этого всего дела На эскалационном протоколе У нас на Марсе Рыцарь Падает с него Пистолет-пулемет В паноптикуме У нас на этой неделе Раз уж мы его до этого упомянули Скажем Электрический ожог Огр Забыл, как Огра зовут А, Рунак вроде То есть это на Электрический На обычной сложности Электрический ожог И вот такие вот модификаторы На Героической сложности Солнечный ожог Голод И истребление Далее Что у нас идет Уже Отправимся на землю На башню Покажу Что там по контрактам Пока поставим паузочку Так, ну по классике Башню начнем мы С мастера Рауля Скриптарха Напоминаю то, что у него Продаются экзотические пушки С предыдущих сезонов Если вдруг кто-то пропустил Экзотический шифр Для них Можно достать С 55 уровня сезонника Бесплатного Ну и приобрести Одну из этих пушек Есть Ну Как вот сказать Если вы пвпшник Берите бастион Если вы пвешник Берите ириану Ириана Среди вот этих всех пушек Ну в общем смысле Она самая полезная Потому что Антибарьерные патроны Ну а все остальные Стволы практически Никем не используются Ну руины дьявола Прикольные Симметрия тоже В принципе Попанится можно Лук убивает Ульту любую в тело Ну блин Их спектр применения Настолько не широкий Сейчас что Сложно как-то Сориентироваться Ты не выглядишь Сильно побитым Так Какие контракты Недельные сейчас У Банши Город грез Хедшоты Пвп Налеты И так далее Не забываем Обращать внимание На модификаторы Которые продаются Которые меняются Каждый день Потому что Время от времени Банши привозят Модификаторы Которые меняются Каждый день Ну и которые Сезонный рассвет Могут быть Если вы этот сезон По какой-то причине Пропустили Он уже там Штук пять привез С прошлого сезона Два из которых Были очень полезными Еще дышишь Так борись У Шакса Контракт На пустоту Кустотные Суперспособности Солнечные Солнечные уроны Солнечные суперспособности У меня полным Полно дел Горнили У завал Еще у нас Рад что ты Снова с нами Я тоже рад Босс улья Налеты Солнце Налеты Ну улей Я думаю Турда ни у кого Не возникнет найти Это у нас Это у нас И на луне Есть налет С ульем И На марсе Есть налет С ульем Да вообще По моему Блин В титане Есть налет С ульем На любой планете Блин Есть налет С ульем С боссом Улья Ладно Идем Сейчас К Скитальцу И еже с ними Так То есть Что нам предлагает Бенедикт Поскольку Шмотки С рейдов Будут Актуальными Те кто Их не нафармил Посоветовал бы Сейчас ими Заняться То есть На этой неделе У нас продаются Вот такие Сливиафана Сливиафана Престиж И так далее Ну вот Если вы Завершите Соответствующие Рейды Сможете их Купить Далее У нас Идет Винтовка Разведчика Заговорщик Вот как я Понял Пушки С этих Рейдов Они все таки Апать не будут То есть Они по прежнему Останутся С этими Со старыми Модификаторами Что плохо Честно говоря Но Надеюсь Они как нибудь Ими займутся В дальнейшем Идем Скитальцу Теперь Чем он Нас Обрадует Как дела Герой Так 5 очков Заработайте 5 очков Это понятно Суперспособность Это понятно 99% случаев У него обязательно Суперспособность Чтобы народ Дольше сидел В гамбите Недельные контракты На синевой Инграм У нас Убийцы Суперспособностями И Противников Стражей С винтовок Разведчика И снайпских Винтовок Убивать Тоже норм Далее Что у нас Идет Далее У нас Идет Котор Ну У Ады Ничего Не меняется Уже Года Полтора По-моему Так что Ее мы Пропустим Плак Плак Так Так В чем нас Ты порадуешь Мадаму в кончу Завершите Завершенный матч В режиме Гамбит 0 из 10 С вашими Кланмейтами Добивающие попадания в гарниле Рейд с оклановцами Ну и сумочный налет побоище Который пока еще не открыт Испытания на рейдах Безоговорочная победа Не влезать Один за всех и все за одного Ну вот в принципе и такие вот у нас Такой вот у нас получился ресет На этой неделе Думаю все охватил что хотел От себя добавлю то что Ну ждем Осенний сезон Больше подробностей Ну и надеюсь как то Все переживают это лето более менее нормально Ну а пока что Всем спасибо за просмотр Не забываем поставить лайк Подписаться на канал Написать какой нибудь комментарий По любой из тем Таймкоды будут если вы дошли до этого момента То большое вам спасибо Не забываем поставить также уведомление В начале О выходе видоса Ну уведомление На колокольчик нажать Ну и если вам совсем Ну там мои там видосы и стримы нравятся Можете поддержать монеткой Стримеру кушать нравится Ссылочки на донаты в описании В описании ролика будут Все Всем спасибо за просмотр Всем пока За тебя словечко Перед новой монархией Субтитры сделал DimaTorzok